Это элементарный принцип Ринга. Не надо мне рассказывать, что есть специфический Ринга. В Грузии то же самое было. В Грузии была основная военная компания, у которой были связи парламентами, министерствами. Она назначала главу ГОС военной администрации. И она была единственная. Она летала, и нам объясняли, что Ринга так и не позволяет им дальше. В Грузии летало только 120 тысяч туристов. А когда мы либерализовали, зашло 20 других или 30, я не помню, компаний, на те же маршруты, кстати, билеты стали дешевле, а к нам вставали 6 миллионов человек вместо 100 тысяч. То есть добавили сюда доходы на... Кто квартиру сдавал, кто гостиницу строил, кто ресторан и кофе строил и так далее. Сегодня мы этим решением реально число туристов, которые прилетят в Одессу, сократили в 2-3 раза. Это результат вашего решения, а не то, что ваши специфические правды. Есть четкие правила мирового рынка. Есть конкуренция – потребитель выпивает. Нет конкуренции – потребитель наигрывает. Поэтому я считаю, что вы это приняли решение, но я уверен, что очень скоро коррупционные связи, которым это решение продиктовано. Я прямо вам скажу. Конкретно монополисты, которые контролируют. Потому что зарплату никто не получает. Зарплаты вы получаете от конкретных частных лиц. Какие у вас зарплаты? Извините, можно вас спросить? Сколько у вас зарплаты? На 5500. Сколько? 5500. Так, правильно. И вы на 5500 живете? У меня нет дроликсов. У меня сейчас мобилка за 4500. И на 5500 уже? Михаил, я вам показываю. У меня мобилка за 400 гривен. Сколько билетов вы могли бы купить на 5500? А куда я воде сплетал? И вы никуда не летаете даже? Дома сидите на Запорожье ездите? Увы, нет. На Запорожье ездите? Увы, Михаил. Поэтому готов с вами спорить, готов с вами идти в суд и готов вам наказать. Тогда вот какие-то вы, у которого ничего нет. Надо помочь и понижать цены, чтобы с голоду не умерли, чтобы отдыхали, чтобы с своими детьми могли поехать. Вы живете на зарплату? Если вы живете на зарплату, потому что это полное вранье. Тогда помнижайте цены, чтобы вы такие, как вы, не имущие, летали. Такие люди, как у тебя, 5500. Давайте попробуем подарить предмет. Давайте попробуем подарить предмет. Я от человека, который только что продал свою госслужбу на аллиграфическому интересу, только что, и реально отказал одесситам летать в три раза дешевле, я не буду принимать обвинение, что я трепаюсь. Я не трепаюсь. Так продаются государственные интересы в Украине во всех ваших учреждениях. Я трепаюсь. Вы все это время трепаетесь. Вы все это время дурите народ. Вы все это время издеваетесь над всеми. Нечего тут лыбиться. Вы это делаете. И мы положим этому конец. Нечего тут говорить о трепах. Я вам говорю, что только что вы продали государственный интерес, общественный интерес, интерес людей летать два-три раза дешевле и поменяли его на аллиграфическое указание. Вы мне будете рассказывать, что вы ждите 5500? Не верю. Не верю. Не верю. Потому что я прекрасно знаю, какие частные интересы я оплачу. Михаил, секундочку, я могу вставить хотя бы слова? Вы до студии сегодня работаете? Я работаю круглые сутки. Пойдем сегодня ко мне домой. У меня нет времени к вам. Я вам покажу, как я живу и где я живу. Если у вас есть интересы. Извините, тогда я сегодня такой бескорыстный. Почему? Только что предали нам. Потому что примат закона. Нет, нет. Законы не для олигархов. Законы для людей, которые готовят свои славы. Нет, нет. Законы не для олигархов. Вы хотите доказать, что вы мужчина и хотите показать, что те слова, которые вы говорите, правда. Едем ко мне домой. Еще раз. Не надо ваших слов сейчас. Только что. Вы продемонстрировали, чтобы вам доплевать на интересный народ. О каком вы доме разговариваете? Только что. Никакого закона тут нет. Вы только что могли либерализовать рынок, завести другие компании, создать прецедент. Создать прецедент, что другие тоже могут летать. Не один. Как только один зайдет, пять других зайдут. Все будут соревноваться с ценами. Все будут соревноваться с обслуживанием. Я летаю на МАУ. Я знаю, как там обслуживать. Там нет обслуживания. Я максимум сто долларов даже летаю. Только что вы создали прецедент, что вы закрыли все последние дороги. То есть перекрыли кислород пассажирам. И вы мне будете рассказывать про свои эти. И это постоль. Я думаю, я честно говорю, что вашу комиссию, честно говорю, вот эту комиссию. И тех людей. Честно, если бы я лишал, но я думаю, что народ эту комиссию просто надо распустить. Я сейчас пойду к министру, буду ставить эту вопрос. У вас будет весь конференция. Мне нечего с вами спорить, с вами все ясно. С самого начала, с самого начала это ясно было, что это комедия вот такой цифруда.